Мне бы прямо сейчас хотелось не просто бегать туда-сюда, а взять и умереть. Действительно, прописать слэш, килл, возродиться и появиться знаете где? Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами лоложка и добро пожаловать! О, этот волнительный момент, чёрт подери! Думаю, по названию и по моему инвентарю вы уже догадались. Это финальная серия самого длинного сезона под названием «Искажение миров». И чёрт, когда я записываю такие видео, мне просто немножко не по себе. Хочется говорить складно, не запинаться. И в принципе, я пытаюсь сделать это даже сейчас, но у меня в такие моменты немножко наворачиваются слёзы на глазах, потому что я понимаю то, что пора заканчивать историю. Историю, которую я, блин, проходил не неделю, не один месяц, а целых полгода. Да, «Искажение миров» действительно, это самый длинный сезон, который у меня был на канале. И действительно, это был самый проработанный сезон и самая проработанная сборка за всю историю моего канала. Здесь было также много монтажа, но даже несмотря на то, что здесь было очень много вырезок, очень много этого самого монтажа, нам удалось снять 126 серий. И, как вы, наверное, помните, я в других сезонах, когда заканчиваю этот самый сезон, беру, захожу в гейм-мод и показываю вам какие-либо приколюхи, которые я не изучил, ну, вообще, за весь сезон. Но я так подумал, я изучил абсолютно всё, что можно было. То есть, я убил всех боссов, я победил всех богов, поставил все нужные статуи на пьедесталы. И, конечно же, у меня есть самая лучшая броня. То есть, если в предыдущих сезонах я не мог даже этого достичь, то сейчас я реально добился всего, чего только можно. И именно поэтому я приготовил для вас немножко другое. Самое вкусное, что я не делал, не знаю, по-моему, уже миллион сезонов, то есть, реально очень долго, я расскажу об этом чуть-чуть попозже, но, думаю, для тех, кто смотрел всё это, будет очень приятно. Вы, наверное, заметили то, что сейчас я говорю максимально спокойно. По крайней мере, для меня это спокойно. Кто-то, может быть, скажет то, что я до сих пор тороплю события, пытаюсь тораторить и так далее, но люди, которые знают меня в реальной жизни, они скажут то, что для меня это нормальный говор. Я действительно так говорю в реальной жизни, я действительно тороплюсь и даже могу бессвязно говорить, но сейчас я хочу с вами поговорить спокойно. Хочу поговорить спокойно и в то же время что-то типа спонтанно, не углубляясь ни в какие темы по какому-то моду, чёрт возьми. Мне хочется снять нормальную финальную серию. На самом деле, начать, наверное, нужно было с благодарностей. Я очень сильно благодарен всем тем людям, которые просидели, ну, может быть, пролежали весь этот сезон. Всем тем людям я благодарен, которые смотрели с первой по 126 серию. Всем тем людям, которые просто смотрели этот сезон, даже пролистывая. И мне, правда, понравилась активность в Искажении миров. То есть, если так посмотреть на статистику и сравнить её с предыдущими сезонами, то Искажение миров зашёл на ура. И я рад, потому что на эту сборку тратилось много времени. Отдельная благодарность Андрею, который на протяжении всего этого сезона, если случались какие-то трудности, помогал, что-то исправлял и, самое главное, дополнял. Это, правда, было... Это было очень важно. Андрей, тебе вот реально отдельная благодарность. Может быть, даже в комментариях кто-то найдётся, кто тебя поблагодарит. Вот. И на самом деле, также благодаря Андрею прямо сейчас создаётся новая сборка. И чёрт подери. Она делается... Ну, поверьте, я её на самом деле даже стримил. Вот вам даже название этого самого стрима. Вот вам превьюшка. Я стримил эту сборку на небольшом ещё альфа-тестировании. Там пока что есть небольшие лаги. Ну, по крайней мере, они были на момент этого самого стрима. Там были некоторые недоработки. Но то, что получается сейчас... Ух, надеюсь, то, что следующая сборка, следующий сезон вас удивит. И, конечно же, я сразу добавлю то, что он не будет похож на эту сборку. У меня прям такая идеология. Не повторять предыдущих сборок. Да, моды, конечно же, повторять можно. Но саму концепцию... Нет, ни в коем случае так нельзя. Потому что это неправильно. Брать и делать отдельный сезон на несколько месяцев. Просто максимально похожим на другой. Это не круто. Наверное, именно поэтому вы и смотрите мои сезоны, мои видео. И это ещё одна благодарность. Вот. Это прям реально спасибо вам. Все сборки, если что, вы можете всегда скачать... Ну, под любым видео сезона. Да, например, если взять ту же эпоху приключений, то там всегда под любым видео будет сборка. Если взять этот сезон, то тоже под любым видео будет сборка. И так далее, и тому подобное. Мне бы прямо сейчас хотелось не просто бегать туда-сюда, а взять и умереть. Действительно, прописать слэш, килл, возродиться. И появиться знаете где? В джунглях. Ха-ха. Тех самых джунглях, в которых вообще всё началось. Здесь у нас есть джунгли. Да, удивительно. Мы, в принципе, здесь особо-то и не выживали. Мы просто прошли чуть-чуть дальше. И сразу же наткнулись в первой серии на деревню. Вот она, та самая легендарная. Мы здесь встретились со злыми жителями, которые начали меня даже бить. Помните, да? Мы нечаянно, совсем случайно даже... О, вот даже сейчас им не нравится, как я бью крепость. Так вот, я убил, ударил, сломал их крепость. Им это дико не понравилось, и они ополчились на меня. Это было, конечно, не очень приятно. Но в то же время я уже начал понимать то, что в этой сборке... Ничего хорошего я не смогу ожидать даже от самых мирных жителей. После этого я пошёл сюда и, по идее, прокопал какую-то яму, в которой я прятался от какого-то моба. Да-да-да-да-да. Во, я прям как сейчас вспоминаю. Вот он этот самый моб. Он на меня слепоту наложил. Обалдеть. Были же времена-то, ребята. Хм... На самом деле, мне хочется её найти. Давайте быстренько сделаю это. Три, два, один. Пип. Получается, всё это время я здесь даже не появлялся. И, следовательно, все те предметы, которые я там когда-то хранил, они могут ещё остаться. Да ладно. Неужели... А, тут нет сундука. Стоп, что? Ааа, мне показалось, это меч валяется. Обалдеть. Не, на самом деле, если бы здесь реально валялся меч с первой серии, то это был бы шок-контент. У меня здесь не было никакого сундука, хотя мне почему-то казалось то, что я оставлял. И, кроме верстака, нет даже печки, господи! Моя первая землянка. Вы понимаете, именно здесь когда-то я пережил свою первую ночь. Я пережил своих первых монстров из Невермайна. И это были те монстры, которых сейчас я убиваю за один-два удара. Но тогда... Ох, тогда они меня убивали вот как бы так же, за один-два удара. Я прошёл тогда чуть дальше и наткнулся на деревню византийцев. По-моему, это византийцы. Прошёл вглубь этой деревни и наткнулся на таблички. Вот они! Ой-ой-ой, у них военная сила 37. По-моему, ничего не поменялось. В этой деревне я обосновался, по-моему, на 2-3 серии. И даже ночевал в церкви. Вот это... Да, это их церковь. Что-то типа этого. Здесь стоит земля. Ха-ха! Я с помощью неё прятался от мобов, как сейчас помню. И где-то тут кровать. Вот она! Боже! На самом деле, это первый сезон, под конец которого я ностальгирую. Причём, реально вот такая дикая ностальгия. Я проверяю всё досконально. Даже в домики захожу. Не просто чекаю какие-то локации, да? А даже захожу в домики и данжи. Так, а что же было дальше? На самом деле, мне надо вспомнить. А, я вспомнил! Вспомнил! Прежде чем я ушёл отсюда, мне надо было сделать много факелов. И я сделал себе древесный уголь, да? Нет, я просто нашёл уголь. А для чего же мне понадобились эти печки? А, да-да-да-да, вспомнил. Мне нужно было добыть камень и что-то тут построить. То есть, я дал этот камень этим византийцам. Вот, даже сейчас он у них есть. И они что-то тогда построили, сейчас им нужно ещё камни на то, чтобы они построили ферму. Но, короче говоря, деревня, она, не знаю, для меня стала какой-то скучной, и я решил уйти отсюда. Поэтому, поэтому давайте вспоминать, что было дальше. Мы переплавили камень, мы сделали факелы и отправились вот в эту сторону. Да, точно! Мы шли по лугам, по полям, сквозь вот эти заросли и рано или поздно наткнулись на пустыню. Благо, у меня быстрый полёт. Да, вот эта самая пустыня. Шли мы по ней, шли и думали, господи, как же жарко. У меня жмот на температуру тогда ещё стоял, помните? Я его удалил буквально 5-6 серий назад. И в этой пустыне, через жару, я наткнулся на некую чёрную дыру. Которую мне, на самом деле, очень хочется сейчас найти, но что-то не получается. Хух, нашёл, вот она! Да, и по сути, начиная с этой чёрной дыры, у нас полноценно начались приключения. Да, это так и есть. То есть, всё, что я сейчас пытался тут поностальгировать, пройти и так далее до вот этого чёрного классного пятна. Это всё просто предыстория, понимаете? Именно после того, как я зашёл сюда, вот что я и сделал прямо сейчас, начались приключения. Помните, да? Торнадо. Мы бегали по этим заснеженным горам, мёрзли постоянно. Пытались согреться у печек. Что-то крафтили. Судя по всему, делали здесь, наверное, кожаную броню, потому что здесь очень много му. Да-да, коров. О, господи. Корова-утконос. Ну, допустим. Но я, если честно, не особо помню, куда я в следующий раз пошёл. Я не собираюсь сейчас следовать по абсолютно всему пути сезона, потому что это как-то бессмысленно, мне кажется, да? Мне просто захотелось, ну, немножко словить ностальгии. Я, опять же, хотел бы вас дико поблагодарить за то, что вы смотрели весь этот сезон. Я бы, наверное, вам порекомендовал посмотреть и следующий, потому что он будет, ну, поверьте, он будет классным. Я, конечно, постоянно так говорю, но при этом вроде бы, опять же, по меркам статистики, по меркам ваших комментариев, вроде бы удается перепрыгнуть предыдущую планку. То есть каждый раз создаётся всё более крутая сборка, создаётся более крутая атмосфера в видео и, самое главное, повышается качество монтажа. Надеюсь, то, что вы это заметили, собственно, если бы не было, вот поверьте мне, если бы не было всех вырезаний, скучных моментов и так далее, то это бы заняло ещё примерно плюс 150 серий. Но, нет, вы не думаете то, что это были бы интересные 150 серий, просто представьте. Вот я сейчас замолчу и послушайте 10 секунд тишины. Серьёзно, 10 секунд тишины. Скорее всего, вам стало скучно, по-любому. Вот, 100% вам стало скучно, а теперь умножьте это в несколько сотен раз. Да какой там сотен раз, в тысячи. Серьёзно, это было бы очень скучно, потому что в моменты копания, рубки дерева, добывания чего-либо, я, понятное дело, молчал. Именно поэтому это всё вырезалось к фигам собачьим, мне нечего было рассказывать в такие моменты, потому что это было тупо монотонное добывание какого-либо ресурса. Всё. То есть, я больше ничего не делал. Именно поэтому всё это вырезалось, да, повышалось качество монтажа, добавлялись новые переходы, добавлялись также новые шутки от монтажёра. Не знаю, замечали вы их или нет, монтажёр, да, вот, спасибо тебе большое. Собственно, Диме также отдельная благодарность за то, что он повышает, скажем так, свой скилл в этом самом монтаже и делает с каждым разом атмосферу видео всё круче и круче. Если вы не замечали, то даже музыка в летсплеях поменялась. Если раньше я снимал, например, «Эпоху приключений», вот да, я как сейчас помню, «Эпоха приключений», там накладывалась, знаете, как музыкальная дорожка? Она накладывалась просто поверх ролика. То есть, вот ролик и прям одним куском накладывалась музыка. Делалось чуть-чуть потише и всё, вообще пофигу. Сейчас смотрите, как делается. Вот вам пример. Берётся ролик и под каждый момент в ролике, например, я иду в ад. Или стою у какого-то, не знаю, бриза, да, как это называется, господи, у песка на пляже стою, тоже меняется музыка. И под все-все-все вот такие моменты меняется атмосфера. Только лишь мелодий. Я не говорю про все остальные видеоэффекты. Так, давайте, наверное, сделаем день. Вот, и опять же за это отдельная благодарность Диме. Можете передать это всё в комментариях. Хочу также выразить большоще-большущее спасибо людям, которые ставили лайки. То есть, когда я говорил такие фразочки по типу, ребят, ваши лайки дико мотивируют, и это правда очень важно для меня. Те люди, которые ставили лайки, вам серьёзно большущий респект, потому что это правда большая мотивация. Я прекрасно понимал то, что есть те люди, которые ставили лайки, но при этом не смотрели серии. Например, могли посмотреть секунд 20, 30, но всё равно ставили лайк. Да, я всё равно благодарен этим людям, потому что они понимали, насколько для меня это важно. Вот, я не знаю, сколько лайков наберётся на этом видео, которое записывается чуть ли не с бухты-барахты, просто, просто спонтанно и самое главное искренне. Мне нечего вам здесь показать, потому что это конец. Ну вот правда. Я не могу убить никакого нового бога, я не могу скрафтить какую-то новую крутую броню, не могу сделать новый крутой, прям крутящий, крутущий инструмент. Вот, потому что я это уже сделал. Единственное, наверное, что я могу вам показать, это предмет, который сам давным-давно хотел протестировать. Вот, называется он Mine Colonies Size City. И по идее здесь можно выбрать 50. Метрополис. Я не знаю, что это за предмет, честно, я его ещё не узал, но мне сказали, Андрей сказал, что если ты кликнешь этим предметом, создастся огромный город. И вот я, знаете, как узнал об этом, а я узнал где-то серий 40-50 назад, всё хотел создать. Я правда не чекал, что это за предмет, я не пытался на него нажимать, но вот сейчас пришёл тот момент. Давайте попробуем, надеюсь, у меня ничего не крашнется. Три, два, один. Ну вы поняли, я правда не знал, что это за предмет. Мне, как бы, Андрей передал то, что, скорее всего, создастся колониям, но, как вы видите, ничего не создаётся. Ладно бы ещё мобы залагали, я подумал то, что, ну реально, что-то делается, но не, нифига подобного. Это просто предмет, который ничего из себя не представляет. Ай, я так надеялся, понимаете, я прям жаждал его использовать к финальной серии. Но, как вы видите, так себе. Чё-то как-то фигня. Давайте, наверное, телепортируемся обратно в нашу деревню. Я, кстати, наверное, в этой серии запнулся уже столько раз, сколько не запинался за весь сезон. Не, ну понятное дело, запинки были, но это просто всё вырезалось. А здесь я решил, опять же, с вами максимально искренне поболтать. Я говорю ни о чём, вы это, наверное, заметили. Но, возможно, людям, которые просто включили видео на фон и решили послушать мой голос, может быть, такое даже зайдёт. Да. Я, на самом деле, скажу честно, скажу честно, 125-ю серию уже посчитал финальной. Во всех-всех-всех-всех своих сезонах, когда я записываю вот такую финальную серию в гейммоде, я её уже не считаю какой-то там, какой-то там законченной. То есть, нет, как бы вам правильно сказать, господи, я бы это, наверное, уже давным-давно обрезал. Но, короче, предыдущую серию я уже считаю финальной. Вот. То, что я записываю сейчас и записываю обычно в конце всех своих сезонов в гейммоде, это, скорее, просто дополнение. Но, опять же, если в предыдущих сезонах я вам показывал какие-то приколюшки, которых я сейчас не могу вам показать, то в этом я сделаю немножко другое. И, чтобы не особо тянуть время, я прекрасно понимаю, что вам это не особо-то и интересно, да? Моя болтовня лишняя. Я просто скажу то, что прямо сейчас, если вы посмотрите... Стоп, кто это такой? А, это хамелеон, господи! Прямо сейчас, если вы посмотрите в описании под этим роликом, то вы найдёте карту. Да, вы реально найдёте карту от этого сезона. Вы можете её скачать и даже поиграть на ней. Обалдеть! Я такого не делал уже очень-очень много времени. И, наверное, это даже в какой-то степени круче, нежели просто показывать вам всякие разные приколюхи, которые я не изучил в этой сборке. Вы можете поиграть здесь, в этой деревне, попроходить абсолютно все те места, в которых я уже когда-либо бывал. И самое главное, сами протестировать все те плюшки, которые я мог всё-таки, может быть, даже и пропустить. Но вряд ли. Вот правда, вряд ли. Я посмотрел, я поизучал, ничего не нашёл, потому что всё было уже давным-давно изучено. И я на самом деле горд собой то, что изучил реально всё. Вот конкретно взял и изучил. Может быть, некоторые скажут, что у меня не прокачаны скиллы, но, скажем так, они бы повлияли ровным счётом ни на что. Допустим, мы посмотрим на создание. Я бы смог создать себе какого-то моба, который защищал бы меня. Но это не особо-то и нужно, потому что на мне крутая броня. Идём дальше. Руноделие. Мы прокачали его до 70 уровня. Дальше нет смысла, потому что именно на 70 открывается самый максимальный босс. То есть всё, по сути, 70 для меня это максимальный. Рыболовство мы вкачали до 101. Добывание, в принципе, с боссом открывается и заканчивается на 70, но мы даже до 80 докачали. Прорицание также заканчивается на 70. Душа незачем не нужна. Алхимия незачем не нужна. И так далее и тому подобного. Набер, подобное. Да, то есть мы реально вкачали всё, что нам было нужно, чтобы открыть всех богов, боссов и так далее. А дальше уже всё. Все остальные скиллы и не нужны. Я честно чекал, я читал вики. Даже не думайте то, что я этого не делал. Я всё изучал. Я не я, если бы я этого не делал. Клянусь. Вот. И действительно, если вы прямо сейчас зайдёте в описании, то вы увидите ссылку на эту самую карту. А этот ролик скорее не только для вас, он ещё и для меня. Рома, Рома, спасибо тебе огромное за реально охренительный сезон. Вот мне, как автору, искажение миров понравилось очень сильно. Вот прям серьёзно. За последние, наверное, года 3-4 таких сезонов, таких сборок не было. И мне, правда, даже как автору, понравилось, понравились искажения миров. Спасибо тебе огромное. Вот, да. Как-то на самом деле странно так к самому себе обращаться, но всё равно я хочу, хочу это сказать, потому что по-любому я года через 2-3 пересмотрю этот момент и, может быть, даже скупую слезу такой пророню, ибо иногда, скажу честно, иногда я возвращаюсь к своим старым сезонам, например, к зенилетним похождениям или сумеречно-рпгшным похождениям. Короче, к каждому другому сезону, который не похож на другим, я всё равно иногда возвращаюсь и такой, Боже, как же это было круто! И самое главное, у меня так каждый раз, понимаете? И я понимаю то, что когда я вернусь потом к этому сезону через несколько лет, я по-любому пророню скупую слезу и скажу примерно то же самое у себя в голове. Господи, как же это было круто! Но, тем не менее, останавливаться на том, что сейчас есть, нельзя. Надо всё время идти дальше, делать круче, создавать сборки лучше и, самое главное, повышать качество. Да, я надеюсь, что вам очень сильно зашёл этот сезон. Опять же, отдельное извинение за то, что я здесь не особо вырезаю всякие разные запинки, не перезаписываю их, просто если бы я это делал, то, скорее всего, это бы получилось не очень искреннее видео. Ну, понимаете, да, когда я перезаписываю одну и ту же фразу по 5-10 раз, и я уже начинаю говорить слишком машинально, мне кажется, то, что я говорю уже на отвали. Мне так не хочется. Я хочу говорить хоть и с запинками, но искренне. Хоть и повторяюсь, но искренне. И так далее. Да, но на этом я всё-таки буду заканчивать. Наверное, слишком сумбурный поток мыслей получился. Надеюсь, вам реально понравилось. Вот правда-правда. Увидимся в следующем сезоне. Мы продолжаем также записывать с Юликом. У меня, у меня, типа, сейчас два сезона, да, вы, наверное, знаете. Реальный Майнкрафт, который второстепенный, с Юликом, длинный. Каждая серия длится по 40-50 минут. И, конечно же, мой основной, который вот-вот скоро запустится. И мне знаете, что очень сильно хотелось проэкспериментировать? Вот реально проэкспериментировать, прям пипец. Сейчас я специально даже тяну время, потому что я прекрасно понимаю, что люди отключаются от этого видео. Но я всегда хотел проэкспериментировать, как много людей все-таки реально смотрит. Смотрит прям до самого конца. И мне хочется просто рассказать о своем новом проекте, который я открыл еще два месяца назад, но толком не рассказывал о нем. Это мой собственный магазин компьютеров, в котором работает реально профессиональная команда, прям очень-очень крутая команда. И ссылку на этот магазин компьютеров я оставлю у себя в описании. Это все, что я скажу. Мне тупо интересно посмотреть на профит в конце ролика. Да, насколько много людей реально остается, и как много из этих людей реагирует на твои слова. Вот что-то типа этого. А на этом, в принципе, я буду заканчивать. Огромнейшее вам спасибо за просмотр. Надеюсь, что все было хорошо, и вы поняли все мои слова. А так, если вы здесь впервые, то вы можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. Как же я не хочу этого говорить. А с вами была Уложка и Искажение Миров в последний раз. Всем удачи. Всем пока. Пока-пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok